Сегодня мы продолжаем заниматься электронными подписями. Начало краткое задержание предыдущей серии. Что такое протокол электронной подписями? Протокол электронной подписями – это тройка алгоритмов. Алгоритмы К, С и В. Все они получают на вход как минимум параметр безопасности, все они являются полимерными по времени алгоритмами вероятностными. То есть алгоритм К – это алгоритм генерации ключей. То есть К получает параметр безопасности и генерирует открытый секретный ключ. Алгоритм С – это алгоритм, подписывающий сообщение. Он получает секретный ключ, получает параметр безопасности, секретный, личный секретный ключ и сообщение и генерирует сообщение и генерирует подпись под ним. И соответственно алгоритм В – это алгоритм проверки подписи. Он получает параметр безопасности, сообщение, открытый ключ, потом сообщение, подпись и выдает ответ либо подпись корректна, либо подпись некорректна. Естественное требование, что если подпись была сделана правильно, то есть алгоритм МС, тогда В объявил ее правильной подписью. Требование о надежности – это самое интересное. мы рассматриваем такую атаку, что противник нам несколько раз дает подписать какое-то сообщение, мы его подписываем, а после этого он генерирует подпись сообщения отличного от всех сообщений, которые он нам давал. Противник – это схема полинемиального размера. Схема смотрит на открытый ключ, генерирует первое сообщение, мы его подписываем, даем подпись, он теперь на основании всей информации генерирует следующее сообщение и так далее. Он делает полинемиальное количество шагов, после этого выдаёт новое сообщение отлично из всех, которые мы подписывали, подпись под ним, которую мы принимаем. и должно быть свойство такое, что ему это удастся сделать, вероятность по всему непренебрежимо маленькая. Для построения протоколов у нас было много шагов, многоэтапная процедура. Значит, какие этапы мы сделали? Значит, мы сделали первый этап. Первый этап – это одноразовая подпись. Одноразовая подпись одного бита. Это значит, что противник может нам дать подписать только одно сообщение, а после этого генерировать отличающееся от него. Многоразовая подпись одного бита – это бессмысленно, да. Согласен. Значит, что значит для… Это там одного бита, что ли, было написано? Ну, значит, бредовая вторая часть задачи. Я не заметил, что там про бит идёт речь. Вот, значит, вторая… Да, это мы сделали. Вторая – одноразовая подпись сообщения длины p от n, где p от n – некоторый поленом. Это мы тоже сделали. Дальше следующий шаг. Значит, мы это сделали в предположении существования односторонних функций. Здесь вот существуют односторонние функции. Здесь мы это сделали из вот этого протокола. стрелочка. То есть, стрелочка вот такая. То есть, тоже из односторонних функций. Третий шаг – это одноразовая подпись сообщения произвольного длины. произвольной длины. Не фиксированный поленом, а просто какой угодно. Значит, мы в прошлый раз это показали из существования стоков семейства hash-функций с трудно обнаруживаемыми коллизиями. Если существуют стоки, тогда мы это сделали. Вот, значит, у этой штуки был один недостаток – то, что существование стоков, вообще говоря, скорее всего, требует более сильного предположения, чем односторонние функции. Поэтому сейчас мы сделаем еще одну конструкцию. Она будет основана на существовании универсального семейства односторонних hash-функций. Вот. А вот эти штуки уже существуют, если существуют односторонние функции. Вот это я, правда, вам доказывать не буду, но… Вот эта штука – это некоторый пробел, но это довольно сложная теорема. Не то же сложная, объемная. Вот. Значит, кто такие универсальные семейства односторонних hash-функций. Значит, это семейство функций hn из 0,1 в степени l от n, крест 0,1 в степени p от n. Сейчас, выход. Надо ли его фиксировать или произвольно? Я сейчас посмотрю. Давайте его фиксируем. Выход будет строчка длины n просто. Да, значит, это полимерно вычислимые функции. Значит, l и p – это многочлены. Сейчас, а я индекс в прошлый раз сверху или снизу писал n? Ну, у кого? Ну, у стоков, например. У стоков. Давайте сверху писать лучше. Снизу. Полимерно вычислимые функции. То есть, есть алгоритм, который по n, по значению этого параметра, вычисляют функцию за полимерное время. Вот. Значит, давайте введем обозначение hns. hns – это уже функция из 0,1 в степени p от n в 0,1 в степени n, и она просто равна hns от t, это hn от st, или там от x. Значит, есть полимерно-моделируемое miN – это полимерно-моделируемое распределение на 0,1 в степени l от n. Тогда для любой последовательности xn, принадлежащих 0,1 в степени p от n для любого семейства схем cn полимерного размера, то есть вероятность того, что cn по индексу функции выдаст для нее коллизию, пренебрежимо маленькая. То есть вероятность того, что… значит, вероятность по s, которая берется из miN, то есть miN – это распределение на индексах, на этом множестве, того, что hs от xn равно hs от от того, что выдаст схема cn, а cn она выдает по s. пренебрежимо мла. А xn – это несколько, 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 x в смысле? Ну, значит, для каждого n – x свой. Это последовательность, да. Чем это отличается от стоков? Отличается это двумя вещами. Первая вещь в том, что у стоков второй компонент может быть произвольного размера, а здесь фиксированный поленом, поэтому это более слабое утверждение. Второе, чем отличается от стоков, это то, что здесь противнику сложнее. Противнику требуется подобрать коллизию к заданному xn. То есть, не он сам выбирает эти x, зная индекс функции. Ему дают сначала xn, и он по индексу функции должен подобрать коллизию на данном элементе. Ну, собственно говоря, поэтому это более слабое требование, чем к стокам предъявляется, поэтому и для существования их достаточно существования односторонних функций. Вот, ну, значит, сокращенно мы будем их обозначать вот так, универсальное семейство односторонних h-функций. Ну да, русскоязычное обозначение я взял в конспекте Зворищагина, но он это взял из книжки Голдриха, а Голдрих тоже все эти вещи сокращал английскими какими-то звучащими названиями. Теорема, если существует усох, если существует усох, и существует одноразовая подпись протокола для строк длины n плюс 1, протокол подписи сообщения длины n плюс 1, то существует одноразовый протокол подписи сообщения произвольной длины. Доказательства. Значит, пусть ну вот k, s и v это одноразовый протокол. Генерация ключей подписывающий алгоритм, проверяющий алгоритм. Значит, пусть длина ключа с параметром безопасности n это p от n. Значит, рассмотрим универсальный семейство односторонних хэш-функций с параметрами 0,1 в степени l от n сверху, 0,1 в степени p от n. Это здесь намекает на то, что мы будем хэш-функции применять к ключам одноразового протокола. Вот такая несколько странная вещь, но вот мы так будем делать 0,1 в степени l. Опишем теперь протокол под подписи сообщения произвольной длины. Пусть протокол будет k с волной, s волной, v с волной. Пусть у нас есть сообщение x и в нем l битов. Почему sigma я их назвал? Не знаю. x1, xl. Хорошо. Значит, но у нас... Да, мы сейчас будем их подписывать. Ну, хочется подписать отдельно каждый бит, но это плохо, потому что у нас подпись всего лишь одноразовая. Значит, идея в том, что мы будем подписывать... Ну, фактически мы будем подписывать каждый бит в отдельности, но используя разные ключи. Вот. Но проблема в том, что мы заранее не можем... У нас заранее должен быть какой-то один открытый ключ, а чем больше сообщений, тем больше открытых ключей бы нам понадобилось. Если мы хотим каждый бит отдельно подписывать, то на каждый бит нам нужен был отдельно открытый ключ. Это так нехорошо. Значит, что мы будем делать? Значит, что у нас будет открытым ключом? Е с волной, N, это будет открытый ключ одноразового протокола и S. Это код хэш-функции. Ну, секретным ключом будет секретный ключ одноразового протокола. Ну, давайте вот этот вот ключик... Я... N сверху буду писать... Ну, хорошо, N снизу. Вот этот, он будет первый ключик. То есть, мы их сгенерируем с помощью протокола генерации ключей для сообщений фиксированной длины, N плюс 1 у нас. Значит, чтобы подписать все остальные биты, для них мы ключи прямо сейчас сгенерируем. То есть, мы сгенерируем ключи E2, D2 и так далее, E, L, D, L. Вот. Значит, мы их сгенерировали. Что мы будем подписывать? Как будет выглядеть подпись? Значит, подпись будет выглядеть следующим образом. Значит, ну, вот эти ключи мы, конечно, генерировали, но вот открытая часть никто не знает. А для проверки было бы неплохо. Значит, мы их включим в подпись. А как мы их включим в подпись? В подпись мы их включим следующим образом. Значит, во-первых, как будет выглядеть подпись под X? Ну, во-первых, она будет выглядеть и состоять из всех этих открытых ключей. E2, E3 и так далее, E, L. Во-вторых, мы должны подписать биты. Ну, вот, X1 мы подпишем, даже не X1, мы будем подписывать следующий, не только X1, но еще и следующий ключ. То есть мы пару X1 и E2 подпишем с помощью E1, D1. Ну, сообщение, состоящее из бита X1 и ключа E2. Как раз N плюс 1 бит. А, да, здесь не N плюс 1 бит, поэтому надо не ключ подписывать, а hash-функцию от него. X2 и hash-функцию от E3 мы подпишем с помощью E2 и D2. И так далее. Последнее, что здесь будет, это то, что пару XL. Ну, EL плюс 1 нам нужно. Ну, давайте его сгенерируем тоже. Хотя оно никак не будет использоваться. XL и HS от EL плюс 1 подпишем с помощью ключей EL и DL. И так далее. Подписаны пары. Да, подписаны пары. И мы там возьмем все E-шки. Да, в начале все E-шки. Ну, как такую пару проверять? Ну, проверяем первую подпись. Убеждаемся, что все правильно. Значит, E2 правильный. С помощью E2 будем проверять вторую подпись. Ну, значит, S у нас тоже публичный ключ, поэтому мы можем проверить, что это действительно hash-функция от этого здесь написана. Проверяем вторую подпись. Проверяем, убеждаемся, что HS от E3 – это здесь. А EL плюс 1 тоже надо передать. Дальше проверяем последнюю подпись. Если все совпало, то верим. Значит, алгоритм V с волной довольно естественный. Мы просто проверяем, что все. Так. Значит, теперь нам нужно убедиться в том, что этот протокол надежный. Пусть у нас есть некоторая схема, которая атакует этот протокол. Продолжение следует. Уже мы будем убедиться. Уже мы будем убедиться. Пусть последняя схема cn атакует протокол. Гн я потом буду не писать. Пока у нас одноразовая атака, то есть c делает следующее. Она смотрит на открытый ключ, генерирует сообщение x. Дает нам на подпись. Мы выдаем, честно, подпись x. Как мы выдаем подпись x? Мы выдаем то, что и есть. Вот это вот e2 и так далее, eL и x1 h. x от e2 и подпись от этого, не знаю, sigma1 x2 hs от e3, подпись sigma2 и так далее. xl. Вот. Значит, он получает всю эту информацию. Ну, пусть это подпись в итоге sigma. И после этого он с помощью sigma выдает x штрих и sigma штрих. x не равно x штрих и v x штрих сигма штрих равно единице. И все это происходит с вероятностью хотя бы ε на 10 для бесконечного числа n. Где ε на 10 – это 1 лит на полинон. Вот. Значит, давайте временно предположим, что у нас атака более сильная. Что схема c выдает не только отличную строку, но и так, что ни одна из строк x и x штрих не является началом другой. Ни одна из строк x и x штрих не является началом другой. Вот. Значит, те, кто был в прошлый раз, уже знают, как от этого предположения можно избавиться. Почему, на самом деле, если мы с таким предположением докажем, что такого быть не может, то, значит, и без такого предположения докажем, что быть не может. Значит, еще раз. Стандартный противник должен совершать атаку, что сообщение – просто неравное сообщение. А тут и требует, что ни одно из них не является началом другого. Ну, просто если я докажу, что такого противника быть не может, тогда я решу задачу следующим образом. Я вместо кода, вместо слова буду подписывать ее префиксный код какой-нибудь. Например, каждый бит удваиваю, я в конце перепишу 0,1. Понятно, что такой префиксный код сообщение – это некоторое преобразование над строками, которое ни одна строка не является началом другой. Вот. То есть, поэтому это ограничение не очень, не очень, то есть, не влияет к коррекции. То есть, потом мы просто модифицируем и скажем, что мы, на самом деле, подписываем не так, как я сказал, а сначала сообщение переделываем в префиксный код, а после этого подписываем префиксный код. Вот. Значит, нам выдали подпись под каким-то сообщением, которая, ну, она как-то выглядит следующим образом. Это какие-то… Е2 с домиком, Е3 с домиком и так далее, ЕМ с домиком. Ну, потому что подпись должна выглядеть так. Сначала мы перечисляем ключи, потом подписываем такие-таки хэши. А? Да? Что? Здесь М плюс один, окей. Сначала он выдает какие-то ключи, потом оно выдает вот такие штуки. Это должно быть обязательно х1 штрих hs от Е2. Значит, s – это часть публичного ключа, поэтому здесь ничего не надо. Здесь оно выдает какую-то подпись этой штуки. Это сигма один штрих. хм штрих и так далее, хм штрих hs, здесь L плюс один должно быть, да? hs от Е2 с домиком, hs от Е2 с домиком, m плюс один. Я хочу показать, что если у нас взлом есть, то, значит, мы с вероятностью хотя бы эпсилом, сообщение для нэндпс-1. Значит, одно из двух должно произойти. Вот. Значит, хорошо, пусть у нас вот есть удачный взлом, то есть взломщик действительно все получилось удачно. Давайте посмотрим, что у нас могло случиться. Ну, давайте я Е1 с домиком скажу, что это просто Е, просто открытый ключ. Вот, значит, я утверждаю, клемма такая, что при удачном взломе существует такой йод от единицы до минимума из длин сообщений, ML, такой, что либо Ейод не равно, либо hs от Ейод не равно. Сейчас, сейчас, сейчас. Значит, мы хотим, что мы либо взломали хэш-функцию, хотим, что мы либо взломали хэш-функцию, либо поделали подпись. Тогда, значит, либо Ейод не равно Ейод с домиком, но xj hs от Ейод плюс 1 совпадает с xj hs от Ейод плюс 1, сейчас, это вообще смысленное что-то я пишу. firespan. ̶ п ежпс п п п Продолжение следует... Либо у нас ключи различные, но хэш-функции на них совпадают, либо ключи совпадают, но сообщения с этими ключами у нас разные. Значит, хьот от а6 е плюс 1 не равно хьот штрих от а6 е с домиком е плюс 1. Значит, это сообщение, вот эти сообщения мы подписываем здесь с этим ключом, здесь с этим ключом. Значит, еще раз, лем утверждает, что либо у нас будет взлом хэш-функции, то есть мы найдем два разных элемента, на которых хэш-функция дает одинаковое значение, мы нашли коллизию, либо мы нашли сообщение, которое... Два разных сообщения с одним ключом по-разному подписаны. Вот, значит, пока мы утверждаем, что такое е просто существует. Значит, давай тебе докажем. Значит, ну, про е1 мы знаем, что е1 равно е1 с домиком, потому что первый ключ, он обязан быть открытым ключом протокола. Значит, это е. Значит, докажется от противного. Ну, значит, отсюда следует, что х1 hs от е2 просто-таки равно х1 штрих hs от е2 с домиком. То есть сообщения совпадают, которые мы подписывали. Окей. Значит, отсюда, так как мы рассуждаем от противного, следует, что е2 равно е2 с домиком, иначе мы просто нашли вот этот случай. Следует, что е2 равно е2 с домиком. Ну, потому что эти штуки совпадают, если они не равны, то случился первый случай. Ну, отсюда тогда следует, что... х2 hs от е3 равно х2 штрих hs от е3 с домиком. Ну, и т.д. Ну, все это закончится, когда одно из сообщений закончится. Дальше уже нету. Вот. Но это значит, что одно из сообщений является началом другого сообщения. Потому что мы просто посимволенно получаем, что первый бит равны, вторый бит равны и так далее, пока сообщение не значит. Следовательно, одно из х и х штрих является началом другого. Вот. Ну, а мы предполагали, что это не так. Поскольку мы требовали, чтобы атака была не такой. Вот. Ну, значит, теперь из этой леммы следует, что такой йод есть. Вот вопрос только в том, что можно сказать про того, чему равен этот йод. Вот. Значит, ну, дальше нам нужно как-то этот йод угадать. а после этого, угадав его, взламывать либо одно, либо другое. Ну, значит, значит... Ну, понятно, что с вероятностью я писал пополам, бесконечно часто либо встречается первый вариант леммы, либо второй вариант леммы. с вероятностью хотя бы епсилом пополам, либо существует йод такой, что е-йод не равно е с домиком, и е-йод равно ш-с-с. Йод либо существует йод такое, что е-йод равно е-йод с домиком, и x-йод ш-с. Вот, значит, вопрос в том, откуда нам это йод взять. Но... Ну что мы можем сказать? Ну, явно, что это йод, оно генерируется схемой полимерного размера. Значит, размер этого сообщения, которое, ну, йод ограничен размером сообщений, x и x штрих, два сообщения она генерирует, оно ограничено некоторым полиномом. Вот, поэтому йод не абы какое большое, а просто число полимерного размера. Ну, дальше, так как у нас схема, можно сказать, что они существуют. Для каждого n такой йод существует. Ну, конечно, может быть, для разных сообщений по-разному, там, для разных ключей, ключей разное. Но, значит, так как йод меньше либо равно p от n, для некоторого полинома p от n. Смотрите, у нас схема подписывает действительно произвольную длину сообщений. Но мы рассматриваем атаку, атакующая схема, это схема полиномиального размера. Она получает ключ полиномиального размера. Вот. И время ее работы ограничено полиномом, она не может генерировать слишком большое. Значит, все сообщения, которые она генерирует, они ограничены размером полином. Поэтому нужный индекс йод, он тоже не превосходит p от n. Вот. Значит, существует йод, который встречается чаще всего для каждого n. Йод, который встречается чаще всего для каждого n. Для всех удачных атак мы смотрим удачные атаки. Ну, мы смотрим для схемы c всевозможные удачные атаки. Для каждого удачной атаки найдется йод, и мы смотрим, чему он равен чаще всего. Вот. И тогда вот с этим фиксированным йод у нас будет вероятность успеха хотя бы ε делить на 2p от n. Это успешная атака с данным йод. Вот. Значит, это йод мы просто... Так как мы сейчас описываем схему, мы эту схему зашьем, это йод. Вот. Значит, теперь в одном случае мы будем атаковать хэш-функции, в одном случае будем атаковать формулу. Ну, нам надо сейчас рассмотреть два случая аккуратно. Ну, нам надо сейчас рассмотреть два случая аккуратно. Хорошо, значит, пусть j такой, что ej не равно ej с домиком и hs от ej равно hs от ej с домиком. Вот, как атаковать эти хэш-функции? Вот, значит, чтобы атаковать хэш-функции, нам нужно нам нужно по какой-то последовательности научиться по номеру хэш-функции выдавать второй с тем же самым хэшом. Вот, значит, как мы будем использовать зломщика вот этого, чтобы он нам это сделал? Ну, мы будем использовать зломщика на тупую. Мы запустим зломщика, дав ему ключ. Значит, ключ мы ему дадим случайный. Ну, какой у нас ключ j с волной? j с волной — это просто ключ для подписи сообщения фиксированной длины и экземпляр от хэш-функции. Вот. Окей. Значит, дальше он нам сгенерирует какую-то строку x. Как ее мы будем подписывать? Ну, мы ее будем подписывать ровно так. Значит, давайте считать, что еj, вот этот вот, мы сгенерировали как-то от алгоритма ука, и мы хотим подобрать коллизию к нему. Вот, мы будем подписывать все правильно. Единственное, что, когда нам нужно будет что-то подписать с помощью ключа еj, и дает, соответственно, то мы вот подпишем вот тем ключом, который у нас здесь заранее был сделан. Окей. После этого мы всю эту подпись посылаем к алгоритму c, и алгоритм c генерирует фальшивую подпись, в которой там с достаточно хорошей вероятностью у нас на йотом месте будет отличный ключ с таким вот хэшом. Как мы так делаем? Сейчас, по-моему, е-шки генерируем чат. А с тем не е-шки у нас не будет? Мы просто генерируем их заново. Вот это вот, то есть, ну, самую первую, Е1 и Д1, ну да, здесь мы тоже... самую первую, Е1 и Д1. Ну да, мы тоже сгенерим Е1 и Д1 тоже из-за сгоритма К. Вот, ну, это Е1, нам нужно будет дать зломщику как первый параметр. Вот, значит, а Е1 мы... Значит, у нас получается, конечно, Е1 не конкретная последовательность, а какое-то распределение на нем. Но после этого мы можем зафиксировать случайные биты для генерации Е1, которые с максимальной вероятностью нам дадут, тогда вот это Е1 станет конкретной. Ну, смотрите, чтобы взломать универсальное семейство хэш-функций, нам нужно предъявить последовательность, чтобы вторая схема нам находила... Ну, чтобы противник находил нам коллизию с этой последовательностью по номеру хэш-функции. Да-да, независимо. Значит, вот, значит, да, тут не очень хорошо, что у нас мы получили, идет из... ну, как-то распределенный, и противнику он тоже дается. А чтобы получить нераспределенный, мы просто зафиксируем какой-нибудь конкретный Е1, который максимизирует вероятность успеха. И тогда нам просто будет просто конкретно, и ему давать его ненужным, потому что он будет уже вшит в эту схему. Я еще раз. А мы себе не портили какую-то вероятность будет взлома, когда мы сами тэнк по-другому генерируем из Е1? Ну, мы его генерируем по-другому, но из того же самого распределения. А можете еще раз повторить, как мы добавляемся в то, что он спрашивает? Ну, хорошо, значит, сначала мы делаем... мы делаем немножко не то, что нам нужно. Нам нужно, чтобы была последовательность и схема. Мы делаем распределение некоторое и схема. А после этого, как из распределения сделать последовательность? выбрать конкретный исход, который максимизирует вероятность, если выбрать вероятность только по всему остальному. Вот. А зачем нам нужно было делать распределение, чтобы вот это Е1 было распределено ровно так же, как как алгоритм генерации ключей. Вот. Ну, вторая штука, когда нам нужно обмануть подписывающий алгоритм сообщения длины N плюс 1 делается точно так же. Делается точно так же, то есть мы запасаемся некоторым ключом Е и хотим подделать с ним подпись. Значит, Е мы берем тоже из распределения ключей, хотя хотим подделать с ним подпись. Запускаем этот алгоритм и когда он просит нас подписывать, когда он просит нас подписать, да, вот этот вот Е, который ему дадим, мы тоже не случайным образом, когда он нас просит подписать, мы подписываем, когда вот доходим до ЙОТой позиции, мы подписываем вот тем ЙОТом, который нам нужно обмануть. Даем ему, и он генерирует, и с большой вероятностью он здесь нам подпишет другое сообщение. Тогда мы так... Выбирайте. Ну, здесь вроде бы не нужно, да. Вот. Вот я сейчас вам это рассказал, я задумался об одной вещи, где мы по существу использовали то, что h это хэш-функция, почему нельзя было вместо h брать тождественную функцию и, скажем, брать там, подписи сообщений длины P от N плюс 1 бит. Да, хорошо, так пусть у нас хэш-функция очень простая. А, ну да, тогда бы мы всегда ломали и никакой сложности в этом не было бы, да. Поэтому мы пользуемся действительно те, что это хэш-функция. Ладно, хорошо, давайте тогда сейчас перерыв, а после перерыва последний штрих доказательства. Ну и заключающая часть это если существует одноразовый протокол подписи, сообщение произвольной длины то существует и многоразовый. идея в том, чтобы как-нибудь извратиться и сделать так, чтобы каждое сообщение мы подписываем много-много одним ключом сообщений, на самом деле мы бы подписывали их разными ключами одноразового протокола. Первая идея пока идея она не до конца работает. Размножение ключей. Пусть у нас есть одноразовый протокол и вот у него есть ключ D и E. в принципе мы можем подписать сообщение мы можем сгенерировать там ключ E0 E1 и подписать ключ пару E0 E1 подписать с помощью давайте вот D и E я буду все ключи индексировать строчками из нуля единиц в начале я буду пустой строчек индексировать подписать с помощью D лямбда E лямбда вот дальше E0 E1 D0 D1 дальше я могу сгенерировать там E0 E0 E1 и эту пару E0 E0 E1 подписать с помощью D0 E0 E1 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 и так далее в принципе если я хочу нагенерировать огромное количество ключей я могу это сделать вот но в чем недостаток недостаток в том что я конечно нагенерю эти ключи мне дают одно сообщение я конечно его как-нибудь подпишу каким-нибудь одним из нагенерированных ключей а потом мне дадут другое сообщение ну даже если я помню то что я себе нагенерировал вот то есть проблема что если там я очередное сообщение захочу чем-нибудь подписать что этот ключ уже был например а как мы собираем подписывать ну ну например как ну предложение как подписывать сообщение x сообщение x можно подписывать следующим образом подписать его с помощью ключа dx и ex вот подпись sigma и плюс к тому выдать все подписи которые нам нужны по пути с dx ex ну значит у нас есть дерево двоичное да вот x как-то в этом дереве расположен и вот все вот пара e0 e1 которые вдоль этого пути нам нужно подписать то есть делать как делать как-то так предлагается вот во-первых нам ничего не гарантирует что для разных x x будет разное вдруг нет вдруг так как-то по-странному устроено во-вторых нам нужно помнить ну просто если мы если мы или 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 проблемы с памятью нету ну вообще хотелось бы как-нибудь гарантировать что при второй подписи вот эти будут те же самые но может это и не надо ну хорошо да у нас одна проблема вот в этом если мы каждый раз будем все генерировать в том что у нас никак не гарантируется что ключ будет отличный предыдущий то есть мы можем может быть противник нас несколько сообщений даст подписать а потом потом какое-нибудь сообщение до x3 штриха ну и там x3 штриха и у него окажется что 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 мы там скажем более одного раза подписывали с таким ключом сообщение атаку нас удерживал только только один раз подпись вот значит надо с этим как-то бороться бороться мы будем следующим образом значит нам понадобится ну сейчас я теорему неправильно сформулировал существует на стороне протокол и существует псевдослучайная функция семейства псевдослучайной функции вот нам понравится псевдослучайной функции которые из строк длины не больше чем n будут генерировать строки длины p от n где p от n это число случайных битов нужны алгоритму k алгоритм k это алгоритм одноразовой генерации ключей то есть у нас есть одноразовый k s v мы с помощью псевдослучайной функции будем получать случайные биты для алгоритма k как мы это будем делать значит для получения ключей e alpha d где альфа это строка и длина альфа не превосходит n для получения ключей мы запустим k использующий вместо случайных битов fs от альфа вот значит а вот это вот s мы потом включим то есть значит k с волной он нам будет генерить вот en s это открытый ключ вот это вот en с волной и dn это секретный ключ мы собираемся подписывать сообщение произвольно длину да значит у вас могло вызвать сомнение что здесь у меня x был произвольный да я тут предлагал брать dx и x но это не очень удачная вещь мы от нее избавимся сейчас вот значит что нам гарантирует то что мы используем псевдослучайную функцию это значит это нам гарантирует то что мы всегда будем по s это нам гарантирует то что мы всегда будем правильно для одного и того же альфа у нас будет все время одни и те же случайные биты и значит мы будем мы сгенерируем одни и те же ключи e альфа и d альфа вот значит хорошо теперь нужно описать как мы как именно как работает алгоритм s s получает en с волной tn с волной и некоторое сообщение x что он делает он во-первых генерирует некоторую строку длины n которую он будет использовать как идентификатор сообщения давайте ее обозначим бета нерет ее случайно и мы будем называть как идентификатор сообщения из чего состоит подпись подпись состоит из строки бета после этого из подписи это алгоритм s с волной из подписи s примененный к en dn и сообщение сейчас не en dn а e бета db где они получаются таким вот образом примененные к строке x и кроме того нам нужно как-то объяснить почему эти e-beta и d-beta получены правильно чтобы объяснить почему эти e-beta и d-beta получены правильно то мы должны еще взять по всем альфа префикс строки бета префикс строки бета подписать e-alpha 0 e-alpha 1 с помощью e ну ключа e-alpha и d-alpha в частности с помощью ключа e-pusta да значит e-pusta и d-pusta e-pusta это просто e вот ключ который вот этот e-an d-pusta пустое слово это просто d значит мы подпись это мы генерируем случайную строку бета и дальше мы подписываем все промежуточные ключи друг через друга вот у нас есть бета в дереве и вот поэтому дерево идун и все промежуточные ключи подписаны зачем мы подписываем все промежуточные ключи это нам поможет удостовериться в том что мы эти ключи e-beta d-beta взяли не с потолка иначе можно было их просто генерировать и подписать как это все проверяется проверяется это следующим образом сейчас я наверное неправду он сказал что s это открытый ключ s должен входить в секретный ключ потому что если бы s это вот dn с волной если бы s входил в открытый ключ тогда бы вот это e-beta и d-beta противник бы легко бы сгенерировал b вот s мы не будем никому сообщать это это уж слишком сообщить как мы случайно биты генерируем это мы будем прятать противника вот хорошо понятен ли протокол что мы делаем как проверять подпись подпись проверяется проверкой всех вот этих подписей значит а нам нужно еще не только их всех подписать но и всех выдать ну и все все и альфа где альфа под строка бета ну префикс префикс альфа альфа с знаем что дальше будет в смысле зачем мы подписываем ес ноликом и ес единичкой мы мог ну то есть у нас 1 радость мы вот с исходным с исходным ключом можем подписать только одну вот мы подписываем и 0 и 1 ну потому что ну для универсальности на самом деле в при ну чтобы у нас количество ключей размножалось потому что если мы все время будем только одно подписывать то есть то есть мы под ну мы и самый первый ключ можем использовать только один раз вообще каждый ключ мы должны использовать только один раз ну то подписывая одним ключом 2 мы размножаем ключи мы сделаем в два раза больше если мы только один раз подписали при только с ноликом то если следующий раз нужно быть только с единичкой а самый самый первый ключ нас только один да вот хорошо у нас теперь нам нужно доказать что этот протокол является надежным ну пусть он не является надежным покажем что пусть пусть изломщик то есть c просит нас подписать несколько сообщений а после этого подделывает подпись ну давайте первое что сделаем мы заменим использование псевдослучайной функции на абсолютно случайную ну это значит что нам будет давать что алгоритм будет даваться не с а вот на самом деле вот же случайная функция вот эта штука становится сразу непрактичной потому что случайную функцию помнить слишком дорого у нас слишком слишком сложно но моделировать это начну ему сейчас по взломщику будем вот значит от этого взломщик останется взломщиком потому что в противном случае он был сломал бы все случайную функцию все случайную функцию от настоящей случайной функции то есть ломки все равно продолжает ломать с вероятностью хотя бы эпизолом ну хотя ну сломщик он вероятность на франции хотя бы эпизолом с ломается вероятность хотя бы эпизолом пополам вот когда мы будем использовать взломщика то использование настоящей случайной функции будет выглядеть следующим образом. Каждый раз, когда нам нужно вычислить какое-то значение, мы будем генерировать его случайным образом, кроме тех случаев, когда нам спрашивали уже то значение, которое у нас уже было. Тогда нам нужно будет просто вспомнить. Хорошо, теперь мы теперь мы будем атаковать просто схему одноразовой подписи. Давайте посмотрим, как работает взломщик. С в виде открытый ключ. Генерирует сообщение x1. Мы под этим сообщением x1 ставим подпись sigma1. Потом он генерирует сообщение x2. Мы под этим сообщением x2 ставим подпись sigma2 и так далее. Он генерирует сообщение какое-то xl. Мы ставим подпись sigma l. Значит, после этого он выдает сообщение Y, которое отличается от всех предыдущих сообщений, то есть Y не принадлежит множеству X1, X2 и так далее, XL, и корректную подпись. Как корректная подпись это будет выглядеть? Значит, эта корректная подпись будет выглядеть следующим образом. Некоторая строка гамма, подпись, ну потому что здесь была строка бета, там будет какая-то строка гамма. Подпись под Y, ну вот это вот, S, Y, и дальше набор каких-то подписей. Ну, как этот набор подписей выглядит? Ну, скорее всего, давайте я буду ставить, писать такие же ключи, только там, E0' E1', Стрих подписанный с помощью... Ну, ну, давайте, я нажму штык там и с какой-то подписью... Какая буква там для подписи? С подписи... Не знаю... T1. Дальше... Ну, я их могу также обозначать, как здесь, потому что их количество должно быть по всем префиксам гамма. Поэтому я вполне могу их обозначать, там, Eα0, Eα1' с подписью Tα. И их количество, вот этих штук, должно совпадать с количеством префиксов, то есть там с длиной... Ну, их N штук должно быть такое. С подписью, там, T длина α. T длина α0, α плюс 1, вот. Вот. Хорошо. Значит, у нас в какой-то момент должна... Значит, я хочу... Значит, эта подпись должна проверяться с ключом... с ключом E. Эта подпись должна проверяться, там, с ключом... EGAM1. Там следующий... Ну... Эта подпись должна проверяться... Вот. Значит, утверждение, что где-то должно произойти различие. Что такое EGAM1? Что такое EGAM1? Что такое EGAM1? Ну... E соответствует... А, ну, Eα просто. Вот. Значит... Давайте смотреть, значит, как мы здесь подписывали. Здесь мы все, все, что мы подписывали, мы подписывали фактически каждый раз, выбирая случайный ключ. Вот. Вероятность того, что... Удающая! Удающая, However, sometime здесь не будет. Ниазовая помощь. Идет на эту тишину. Вероятность. Удающая сальто, которая благодарна всех тебя. А Пот understanding будете подписывать. Продолжение следует... Продолжение следует... Для каждой из этих подписей мы выбирали случайную строку длины N и фактически подписывали все для какого-то пути. Продолжение следует... Значит, здесь в каком-то месте мы отошли обязательно. Значит, здесь мы подписывали... Значит, тогда, если мы разошлись вот в этом месте, тогда мы вот тут взломали протокол одноразово, потому что мы здесь и здесь подписывали все с одинаковым открытым ключом. Но сейчас... Сейчас... Сейчас, мы хотим отсюда научиться одноразовый протокол ломать. Сейчас, надо просто это аккуратно сказать. Значит, в принципе... В принципе, мы могли пойти и... Я это не совсем по правду сказал, что... В принципе, вот эта вот гамма, скажем, могла совпасть с какой-нибудь бетой из этих штук. Значит, тогда бы мы просто пошли бы по тому же самому пути, но в итоге бы с последним ключом E-гамма мы подписывали бы другое сообщение, поскольку оно отличается от всех вот этих вот. Гамма – это то, что я называл идентификатором сообщения. То, что здесь бет-то. Да. Может быть, в принципе, гамма совпасть. То есть, это ничему не противоречит. Может быть, мы на каком-то шаге отошли от всех. Но вот утверждается, что в том шаге, где мы... То есть, какой-то символ у нас с кем-то совпадает. Вот первый, который перестает совпадать. Что вот здесь, вот в этот момент мы начали подписывать сообщение, которое отлично от... То есть, с тем же ключом подписываем сообщение, которое отлично от этого. Здесь мы одно подписываем, здесь мы другое подписываем. Вот, то есть, утверждается, что просто найдется такое место... Давайте вот в этих подписях, вот здесь было бета-1, бета-2 и так далее, бета-L. То есть, найдем максимальный префикс у гамма и одной из этих бет. Вот, вероятность того, что этот максимальный префикс совпадет с какими-то двумя бетами, видимо, очень маленькая. А, сейчас... Просто две беты могли идти вместе, а, ну, значит, и потом ушли сюда. Нет, в принципе, такое может быть. Это... В этом ничего, значит, рассмотрим максимальный общий префикс. И тогда вот в этот момент мы здесь начинаем с тем же ключом подписывать другое сообщение. Значит, пусть вот k – это длина максимального общего... k – длина максимального общего префикса... гамма и бета и того, где и от одного до L. В принципе, k может быть равно n. Но тогда у нас различия в подписи вот этого сообщения. Ну, вот сообщение y какого-то сообщения xl. То есть мы два раза с одним и тем же ключом сообщения xl. Значит, для какого-то фиксированного k это у нас встречается... k чему-то равно от одного до n. Или там от нуля до n. Значит, какое... Возьмем то k, которое встречается чаще всего в успешных взломах. Значит, фиксируем k. Возьмем то... Возьмем так... Возьмем то... Возьмем. Возьмем то... Вот так вот. чаще всего. Следовательно, оно встречается с вероятностью хотя бы там εn делить на n плюс 1. Ну пополам, потому что мы уже двойку использовали за счет перехода от псевдослучайных функций к истинно случайным функциям. Вот, ну теперь как ломать протокол, протокол одноразовый. Ну мы запускаем этого взломщика. Вот. Значит, он начинает общаться с нами. Нам нужно как-то как-то вот этот ключ, который на катом месте применяется, всюду вогнать. Да. Нам, наверное, видимо, нужно не только k угадать, а и номер сообщения, а и номер, номер, в котором она встречается. Значит, k чаще всего и там, и этот префикс достигается на сообщении номер m. Этот префикс достигается на сообщении номер n. Номер m. Значит, так, то есть фиксируем k и m. И тогда вероятность εn делить на 2 на n плюс 1 и на l. Ну а l у нас не превосходит некоторого полинома q от n, поскольку схема у нас полиномиального размера. То есть вероятностью хотя бы 2 на n плюс 1 на q от n. Вот. То есть наибольший общий префикс достигается тут вот. Ну вот. Теперь, чтобы взламывать сообщение, то есть мы хотим взломать одноразовый протокол с ключом e и d. Мы знаем эти k и m. И мы делаем все по-старому. То есть каждый раз к нам обращаются, мы все делаем только вместо случайной функции. Вместо случайной функции генерируем псевдо-случайную функцию каждый раз. Вот. Ну, запоминая входы, к которым нам обратились. Вот. Значит, когда подошел черед к очередному ключу, вот, вот, йотому ключу, ну, вот этому, вот, к это когда подошел mt-сообщение здесь, и нам нужно генерировать ключ e, там, e альфа, где длина альфа вот равно вот этому k. Тогда мы... и d альфа. Тогда мы просто их не будем генерировать, а возьмем вот эти вот e и d. Вот. Поскольку мы здесь используем не псевдо-случайную функцию, а настоящую случайную функцию, то распределение вот этих вот будет точно такое же. Вот. И тогда, продолжая общаться, он потом рано или поздно, ну, там, с нужной вероятностью сгенерировать вторую подпись с тем же самым ключом e альфа, d альфа. Вот. Значит, единственная проблема во всем этом заключается в том, что может оказаться так, что почему-то что почему-то этот ключ уже встречался раньше, что это было не... что... что... что e альфа... ну, если что сейчас раньше, тогда... что вот это вот... что вот это вот альфа, вот этот путь альфа уже раньше был, и поэтому мы этот ключ не сейчас генерируем, а раньше. Вот. Вот. Но это можно побороть, сказав здесь, что на сообщении номер m, и это самое первое сообщение, для которого оно достигается. И это самое первое сообщение. То есть раньше нам не понадобился ключ с альфа, тогда действительно вот в этот момент мы генерируем случайным образом, и распределение здесь и здесь в обоих случаях не меняется. Попробуйте какой-нибудь вопрос задать. АПЛОДИСМЕНЕТСКИ Значит, наша последовательность где-то должна разойтись. Может быть, она расходится в самый последний момент. Понятно, что для какого-то из этих сообщений эта штука встречается раньше. Мы их всех можем перебрать, выберем те. Нам нужно, чтобы это встречалось с какой-то хорошей вероятностью. Зачем нам нужно, чтобы первый номер? Потому что чтобы мы действительно могли в этот момент использовать те ключи, которые нам нужны. И чтобы они генерировались из того же распределения. Потому что если бы они раньше встречались, они бы генерировались не из того же распределения, а мы бы взяли бы уже сгенерённые. И так далее. 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 к это вот место которое расхождение потом и потом мы фиксирую потом мы зафиксировали первое место которое доходит до этого места до ну м этот ну минимальный номер просто ну допустим мы промоделировали все все возможные со всеми возможными случайными битами все это и посмотрели только которая чаще всего встречается чтобы можно было зашить мы дальше то м сейчас чаще всего то есть пипи первая 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 такая сигма которая на этом к отсюда отвлекаю ладно если вопросов нет тогда с лекциями все вот про будущее ну что то я подумал что я больше склоняюсь рассказать сложность в среднем по нескольким причинам по первой причине что мне надоели протоколы вот вторая причина что сложность в среднем она так опосредованно относится к криптографии но хотя бы мотивирована было конечно криптографии и последний раз я не рассказывал довольно давно как какой-нибудь другой взгляд не расскажу чем рассказывал раньше